Проблема сервиса N8N в ограниченном количестве нод, поэтому не все приложения, не все сервисы есть в N8N. Конечно, это все обходится и решается, например, с помощью нода HTTP Request, с помощью которой мы можем через публичное API подключиться практически к любым сервисам и сделать это несложно. Буквально в несколько кликов у меня есть отдельное видео, отдельный видеоурок на эту тему. Обязательно посмотрите его, если вы хотите подключить к своему сервису N8N какие-то специализированные дополнительные инструменты. Но знаете, это тоже как бы не всегда решает проблему, потому что здесь нужно тоже с какими-то техническими навыками все же владеть для того, чтобы правильно настроить ноду HTTP Request, чтобы она все правильно делала, все правильно работала. Ребята из N8N, они учли эту информацию и теперь они создали так называемые комьюнити ноды, раздел с комьюнити нодами. Комьюнити ноды — это ноды, которые создают ребята, которые так же, как, например, я, как вы, используют сервис N8N и им не хватает каких-то дополнительных инструментов. И ребята из N8N официально одобрили подключение комьюнити нод. Комьюнити ноды можно загрузить в свое N8N, как облачное пространство, так и если у вас N8N развернут на вашем сервисе, на вашем сервере, вы можете также установить комьюнити ноды буквально там несколько кликов. Если раньше для этого требовалась работа с, как это правильно называется, докером, да, наверное, и какие-то базовые знания программирования, то теперь можно вот прям в таком удобном интерфейсе загрузить себе те ноды, которых нет в N8N, но которые используют N8N сообщества. В этом видео мы с вами подробно разберемся, как использовать комьюнити ноды и дать неограниченный функционал нашему AI-агенту. Поехали! Значит, смотрите, комьюнити ноды. Значит, комьюнити ноды — это сами инструменты, либо сами узлы ноды, которые создают ребята из сообщества. Значит, все эти ноды, они доступны на различных официальных сайтах. И ребята из N8N приводят интересную статистику. Смотрите, уже больше двух тысяч нод, дополнительных нод сообщества, и на сегодняшний день их скачали больше восьми миллионов раз. То есть они видят, что инструмент N8N, он не идеален. Но пользователи сами, то есть люди сами добавляют какие-то ноды, которых им не хватает, но добавляют их не с помощью там HTTP request, а они добавляют их с помощью выгрузки через докер. Ребят, здесь стоит сказать, почему комьюнити ноды — это так круто. Во-первых, мы становимся неограниченным функционалем, потому что есть огромное количество людей, которые используют сервис N8N для решения каких-то своих задач. И каждый человек, он все же подстраивает те шаблоны, те инструменты под себя. И когда ему чего-то не хватает, он, скорее всего, либо где-то закажет, либо что-то начнет использовать дополнительное. И когда таких людей становится больше, сервисы сами будут активно использовать комьюнити ноды, либо создавать свои комьюнити ноды для того, чтобы именно их сервисом пользовались официально. Я думаю, что у Perplexity скоро появится какая-то комьюнити нода. Я думаю, что у многих инструментов будут со временем появляться какие-то комьюнити ноды, потому что это выгодно в первую очередь тому сервису давать дополнительный функционал своим пользователям. Особенно учитывая то, что сервис N8N сейчас активно развивается, комьюнити ноды также будут развиваться, и их будет становиться все больше, 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 и мы сможем буквально там несколько кликов добавлять те инструменты, которых пока официально нет, и которые у разработчиков где-то там на последнем месте. Но у владельцев сервиса подключение к N8N, оно будет идти быстрее. Поэтому ребята из N8N, мне кажется, поступили очень грамотно. Они сказали, что давайте мы вам дадим более простой инструмент, добавим его в N8N для того, чтобы вы могли вот буквально вот так вот в один клик нажать install и установить ту ноду, которой вам не хватает, и найти ее на официальных сайтах нод, где они уже протестированы, где их использует большое количество людей. Плюс они также сказали, что мы сами будем добавлять наиболее популярные ноды, которые люди используют, мы их будем добавлять в виде нод от сообщества. Одни из первых нод – это нода Tauly, то есть либо Tauly, нода, которая позволяет добавлять нашему агенту поиск в интернете. Мы с вами подключали такую ноду, у меня есть также отдельное видео. Но смотрите, отличие комьюнити нод от нод, которые официальные от N8N, в том, что у них есть такой значок. У них два на самом деле значка. Первый значок – значок верификации. Я дальше вам покажу другой значок, который отделяет также комьюнити нода. Эта нода Tauly, она верифицирована. То есть ребята из N8N добавили эту комьюнити ноду в свое пространство и сказали, что вы теперь можете использовать, соответственно, не ноду HTTP request для настройки Tauly, а официальную ноду от Tauly, которую создало это сообщество. Если сейчас сложно, сейчас вам все подробно расскажу. Например, вот Tauly – это позволяет искать в интернете. Дальше. Проверяет качество языковых переводов с помощью ноды Striker. Красивые PDF-отчеты. У нас, например, в AI-сообществе были ребята, которым нужны ответы от ChargerPT, от AI-агента именно уже в PDF. И они добавили сюда, например, PDF-co. То есть его тоже не было. PDF-co.appi. Тоже нода от сообщества. И ребята из N8N видят, какие ноды больше всего добавляют пользователи. И для того, чтобы упростить процесс добавления этих нод, чтобы не через HTTP request настраивалось, они, соответственно, добавляют ноды, которые мы можем с вами использовать. Я вам сейчас покажу на примере Tauly. Вот у нас был Tauly – нода, которую мы импортировали, но импортировали данные. То есть мы заходили на сайт Tauly, заходили API Playground, выбирали какие-то настройки и после этого, соответственно, включали эту ноду. Делали какие-то дополнительные, проводили операции инструмента. Сейчас же можно ноду Tauly просто найти в поиске. Так и бываем Tauly. И мы видим, что здесь появилась нода от Community, которую мы можем установить буквально в один клик. Прямо отсюда. Нажимаем Install Node. И мы устанавливаем эту ноду, которая уже предварительно настроена. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Выбираем вариант работы. То есть это выгрузка, либо это поиск в интернете. У нас, например, вариант действия. Нас интересует поиск в интернете. Мы здесь добавляем просто API-ключ. То есть API-ключ от Tauly. От Tauly, если вы не помните, либо вы не знаете, он позволяет нам использовать до 1000 кредитов каждый месяц для того, чтобы использовать поиск в интернете. То есть 1000 раз в месяц мы можем искать какую-то информацию в интернете. Это круто. Мы просто копируем свой ключ, вставляем его сюда, загорается зеленое. И все, у нас Tauly подключено, Tauly работает. Дальше здесь будет какой-то запрос, который мы будем задавать с помощью агента. И здесь вот эти все настройки, которые есть в Tauly, они уже как бы сюда автоматом перенесены. То есть вот этот вот запрос. API-ключ мы выбрали. Topic. То есть Topic News General Finance. То есть Topic News General Finance. То есть если нам нужно было добавить какой-то Topic, то у нас код усложнялся. Вот этот вот код добавления для работы с нашей нотой. Если мы что-то здесь редактировали, дополняли, то нам приходилось это заново, код копировать, отправлять. Сейчас же мы можем в дополнительных настройках ввести все эти данные. Например, нам нужны данные за последний день. Нам нужно увеличить количество результатов, что это будет не 5, а 7 результатов, либо 8 результатов, чтобы он брал. Чтобы это были свежие новости за последние 2 дня. Чтобы какие-то домены исключить, какие-то домены включить. То есть более простая настройка через вот такой вот инструмент, как комьюнити ноды. И теперь мы уже не используем ноду Tabuli, настроенную через HTTP request, а мы используем комьюнити ноду Tabuli, которую подключаем к нашему AI-агенту. Либо подключаем к нашему запросу. И также у нас в настройках, давайте сохраним, в настройках нашего аккаунта тут же отображается эта информация. Мы заходим в настройки, и здесь есть такой раздел комьюнити ноды. И здесь видно, что вот комьюнити нода такая-то, такая-то Tabuli была добавлена. Мы видим версию этой ноды, и мы видим, что она официальная. То есть, что мы ее добавили в себе в пространство. Мы можем перейти на документацию этой ноды и посмотреть, кто создал эту ноду. То есть, кто является разработчиком ноды. Как много у этой ноды пользователей. Видите, здесь количество пользователей просто начинает расти из-за того, что многие используют, соответственно, эту ноду. Какого она размера? Кто официальный создатель, соответственно, этой ноды? Сами ребята из Tabuli создали эту ноду, верифицировали ее через N8N, и теперь предоставляют как комьюнити ноду для своих пользователей. Вот, можем посмотреть версии, да? Версии, какая сегодня актуальна. И плюс отсюда, прямо здесь будет информация, если выйдет новая свежая версия ноды Tabuli, мы прямо отсюда сможем ее обновить. Что очень, на мой взгляд, становится удобно. Если мы работаем не с... Это на примере облачного пространства. Значит, важно, чтобы у вас появились комьюнити ноды, вам необходимо, чтобы ваша версия N8N пространства была выше, чем 1.94, если не ошибаюсь. То есть, после версии 1.94 у вас добавляются комьюнити ноды. Для того, чтобы обновить свою версию N8N, вам необходимо перейти в Manage и здесь ввести вот этот вот верифицированный комьюнити ноды, чтобы они отображались в вашем N8N пространстве. После этого вы выбираете последнюю версию, которая есть, нажимаете Save, у вас перегружается там буквально через несколько секунд, и у вас в вашем N8N пространстве тут же добавляются те самые комьюнити ноды, которые вы сможете использовать. Если вы используете сервис N8N, развернутый на вашем сервере, то вам также необходимо обновить свою версию N8N, также перейти в комьюнити ноды. И здесь также вы можете устанавливать те комьюнити ноды, которые уже прошли официальную верификацию через сервис N8N. Но здесь на облачном сервере вы не... То есть на своем собственном сервере вы не ограничены комьюнити нодами, которые прошли верификацию. Вы также можете установить любую комьюнити ноду, которая есть на сегодняшний день в интернете. Для этого вам необходимо просто ввести ее название, понимать, что вы... согласиться с тем, что вы понимаете, что эта нода неофициальная, она от комьюнити сервиса, и она может некорректно работать, соответственно, с вашим N8N пространством. Для того, чтобы посмотреть, да, где находится вообще, как работа, где взять эти комьюнити ноды, здесь есть прямая ссылка, то есть вы переходите на больше чем тысячи различных комьюнити нод, которые вы можете установить. Например, мне нужна нода, я не знаю, вот Evolution API, да, что я делаю? Я перехожу в эту ноду, копирую ее название прямо отсюда, да, вот как ее установить? Я копирую ее название, так, прогрузится сейчас, копирую название этой ноды, да, все, скопировалось. И здесь я ее просто, это название ввожу. Единственное, я ввожу без вот этих вот первоначальных символов, вот, и что без пробела. Я говорю, что я согласен, все, устанавливаю эту ноду, себе в облачное пространство, буквально это занимает там несколько секунд, и смотрите, у меня добавлена новая комьюнити нода. Я даже не знаю, что это за нода, сейчас давайте перейдем в наше рабочее пространство, и посмотрим, что это за нода. Нода называлась Evolution API, вот, Evolution API. И смотрите, вот у нее, в отличие от верифицированной версии, у нее здесь другой значок, то есть, это нода, добавленная нами с помощью официального сервиса, с помощью вот этого сервиса, где собраны ноды для от комьюнити. Смотрите, вот так вот выглядит нода, которую мы запустили, которую мы загрузили через ссылку, и вот так вот выглядит нода, которую мы загрузили официально, то есть, которая прошла верификацию. И ребята из N8N говорят, что они чем больше будут добавлять нод, которые как раз прошли верификацию. Ребят, все раздаточные материалы, о которых я говорю в этом, либо в других своих видео, в том числе шаблоны для N8N, готовые шаблоны для N8N, они находятся в первом закрепленном сообщении под этим видео. Переходите в бота, бот вам подробно рассказывает, как получить доступ ко всем этим материалам. Переходите в первое закрепленное сообщение, либо в разделе с описанием. Хорошо, ноду мы добавили. Здесь более удобный интерфейс настройки, здесь более удобный метод авторизации, в отличие от HTTP-request. Также существует уже специальный GitHub подборки лучших нод. Смотрите, больше 100 комьюнити нод для N8N. Буквально прошло несколько дней с того момента, как ребята из N8N анонсировали эту возможность. Я пока все это изучал. И сейчас уже появились подборки, где нам говорят, что показывает больше 100 различных узлов, либо нод для работы с сервисом N8N. Мы можем взять любую из этой нод, перейти на ее официальный сайт, скопировать и также добавить свое N8N пространство. Смотрите, например, вот эту нод добавили больше 260 тысяч человек, больше 260 тысяч рабочих пространств буквально за неделю. Комьюнити ноды, как я понимаю, они будут, скорее всего, развиваться и будут как, например, платными. Кто-то будет продавать, соответственно, свои настроенные ноды, кто-то будет использовать, либо давать их бесплатно. Комьюнити нода, они не ограничены только, например, нодой, например, табли. Также сейчас есть триггеры, появляются триггеры, дополнительные триггеры, которые создал комьюнити. Например, смотрите, вот триггер, вот это вот все официальные триггеры и есть, например, вот триггер от комьюнити ноды. Я не знаю, что это за триггер, мы можем его установить и использовать, соответственно, как триггер. Или вот еще очень многие хотели там ноды 11 Labs, вот это комьюнити ноды, которую мы не ожидали дополнительно, которую мы раньше настраивали с помощью HTTP request, она также доступна здесь и настраивается буквально в несколько кликов. Например, транскрибация аудио или видео. То есть, транскрибация звука в аудио или видео. То есть, мы сюда добавляем свой API ключ от 11 Labs и выбираем тут же звуки, либо инструменты, которые мы хотим использовать. На мой взгляд, это просто выводит наших агентов на новый уровень. Напоминаю, что все ссылки, которые я показываю в этом видео, они есть в нашем AI-сообществе. То есть, ссылка на подборку топ-100 комьюнити нод есть в телеграм-канале. Ссылка находится под этим видео. Переходите в бота, и он вам рассказывает, как получить доступ к этому AI-сообществу. И сборник, соответственно, комьюнити нод, где вы можете перейти и выбрать, соответственно, все те ноды, которые вы хотите использовать. Плюс в нашем AI-сообществе также уже большая база из шаблонов для N8N, которые вы можете использовать в своей работе либо в своей жизни. Значит, смотрите, кроме стандартных нод, мы можем подключать комьюнити ноды в качестве инструмента. Для этого мы в качестве инструмента вводим, например, тот же сервис Tavli. Этот сервис Tavli уже мы можем использовать как инструмент для нашего AI-агента. То есть, не HTTP-реквест ноду дополнительно использовать, а именно ноду Tavli. Здесь уже будет автоматически подгружен ваш Tavli-аккаунт, который вы создали. Здесь мы прописываем запрос и те же самые параметры добавляем для того, чтобы наш AI-агент уже разбирался, уже обращался в интернет. И таких нод, как заявляют ребята из N8N, комьюнити нод, их сегодня, на сегодняшний день, существует больше двух тысяч. И они будут потихоньку, не спеша добавлять новые ноды, верифицировать их, смотреть, что они все правильно оформлены. Вот, например, нода Serp API, то есть нода, которая позволяет серфить интернет с помощью... Да, вот она, Serp API Official. Нода, которая позволяет искать через Google поиск информацию в интернете. Тоже классная нода. Тоже ее не хватало. Тоже мы ее раньше настраивали через HTTP request. Сейчас есть она официальная нода, которая добавлена вот с помощью комьюнити, комьюнити сообщества. Это очень круто. И, как я понимаю, таких нод будет со временем все больше и больше. То есть нод, который верифицирован, нод, которые проверяются. Но также мы не ограничены и можем добавлять ноды, которые нам не хватает из N8N сообщества. Ребята, это просто меняет правила игры и еще сильнее и быстрее улучшает сервис N8N. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте мне нравится под этим видео. Подпишитесь на канал, подпишитесь на телеграм-канал. Все ссылки с раздаточным материалом находятся в первом закрепленном сообщении. Вы попадаете в телеграм-бота, и он вам рассказывает, как получить доступ к базе сообщества и базе работы с сервисом N8N. С вами был Игорь Зуевич. Пока.